всем привет добро пожаловать на портал невроза мегаполиса меня зовут алексей красиков и по традиции что ли я не знаю даже до 2011 году для тех кто не знает этот канал назывался эволюция сознание он был основан летом 2011 года и говорил я там о интересных вещах если вы открутите назад можете посмотреть посмеяться потом этот канал больше спрофилировался на невротических и связанных со стрессом расстройствах паниках вегетатики и так далее сегодня по просьбе опять же моих трудящихся в кавычках зрителей очень популярную набирает тему успех счастье все с этим связано и мне попросили там прокомментировать и высказаться я уже снимал и делал большой вебинар по этому поводу много говорил об этом в трансляциях давайте я наверно что-то скажу по поводу успеха и по поводу счастья потому что каждый человек хочет быть счастливым хочешь быть успешным значит по поводу счастья лично мое мнение что люди которые берут на себя ответственность давать какие-то рекомендации по поводу счастья или говорит что нет вот это неправильно вот это все к счастью приведет не то вот это вот неправильно вот это к счастью приведет это все очень смешно это детский сад профанация юность там в одном месте или там еще какой-нибудь в ребро там без я думаю что счастье понятие очень очень лично и учить людей как быть счастливыми невозможно в принципе это тоже самое как как учить людей готовить вкусный вкусный салат и люди на кухне начинают спорить нет надо положить вот это нет это надо убрать да нет надо чтобы салат был таким нет надо чтобы салат был таким же за маразм да есть понятие что у нас есть личность и у каждой личности есть свои критерии свои процессы поэтому о счастье говорить не буду потому что вы сами для себя выстроите понятие счастья для меня счастье это слово такое гармония я не люблю слово счастье люблю слова гармония потому что это очень такой зыбкий момент потому что когда вы находите себя в состоянии гармонии по разным аспектам вашей жизни то вы чувствуете это самое счастье когда возникает дисгармония вы этого счастья не чувствуете поэтому основная задача если уж мы говорим про счастье это сбалансировать определенные вещи вашей жизни об этом мы сейчас говорить не будем я буду говорить об очень важном аспекте это успех почему буду говорить об успехе потому что это напрямую связано с терапией неврозов это напрямую связано с терапией которую я занимаюсь больше 8 лет и у меня есть кое-что что сказать своим зрителям я попытаюсь сейчас перевернуть немножечко вашу структуру мышления чтобы посмотрели не предвзято просто меня послушали попытались повернуть парадигму вашей головы немножечко по-другому с детства я родился восемьдесят третьем году кто-то раньше кто-то позже но так или иначе вас всех воспитывали люди которые вышли из советского союза в советском союзе было идеологии она была очень простой все было достаточно стабильно и все было достаточно преда при при предопределено что ли да детский сад школа октябрёнок пионер партия институт распределение после института выслуга лет пенсия закопали социальные нормы и правила были достаточно стандартны и основная задача была некого выбора в конце школы чтобы вы выбрали тот вуз на который потом вы поставите всю свою жизнь да и люди которые учились советском союзе в вузе они потом всю жизнь этой профессии занимались много было аспектов именно советского воспитания сейчас мы все перечислять не будем но именно папа вопросу успеха современных реалий вот тогда советский союз был закрыт от внешних источников и все развитие психо эмоциональное и понятие успеха и счастья она сосредоточилась внутри советского союза она была достаточно стандартным то есть если вы у родителей спросите же такое счастье по концепции убеждения советского союза вы увидите что все должно быть стабильно размеренно до без всяких турбулентностей все должно быть продумано не рисковать взвешивать там ты-ты-ты-ты-ты определиться и двигаться дальше если ты будешь что-то менять это плохо то что ты будешь нестабильным тема тебя посчитают легкомысленный менять половых партнеров это вообще вы что там первый мужчина должен стать мужем и дальше развод там даже не разводили советском союзе какое-то время потому что плохая статистика советский гражданин не должен вести активную половую жизнь там он не должен что-то пробовать он должен четко знать что он хочет какой бред блять вот если честно потому что 18 лет когда люди заканчивают школу спросить у них кем ты хочешь стать в жизни это самая глупая вещь которую только можно придумать людям только 18 лет они ни хрена не пробовали они ни хрена не знают они ни к чему еще не прикоснулись кроме ваших долбанных блять егэ и ваших предметов странных со стороны системы образования они ничего не знают они ничего не пробовали и как вы от них хотите определиться ну как это как как это как это вообще возможно я к чему к тому что понятие успех на мой взгляд это заниматься тем к чему у тебя есть склонности и к чему у тебя есть таланты и уже когда ты занимаешься тем делом к чему у тебя и склонности и таланты ты будешь на голову выше тех кто этим занимается просто потому что у него баллов не хватило по егэ или просто потому что папа поспособствовал поступлению или работе ты всегда будешь на голову выше потому что у тебя есть к этому склонности и талант как же найти то к чему у тебя есть склонности и талант и вот тут советский союз вас всех и нахлобучил убеждением в котором вы выросли от родителей о том что пробовать нельзя это размен это плохо это грязно это легкомысленно ребята забудьте эту хуйню если вы хотите стать успешным вам надо просто пробовать вам надо трогать разные профессии трогать разные ниши разные сферы пробовать себя здесь пробовать себя тут не бойтесь вы пробовать по 3 по 5 по 6 месяцев разные фирмы разные компании попробуйте частный бизнес попробуйте сделать интернет-магазин попробуйте пойти в продаже попробуйте пойти в отдел юриспруденции попробуйте разные вещи то же самое сейчас я скажу вещи от которых сашка красиков а как он может он распускает сука молодежь как вы можете понять какой парень или девушка вам нужно пока вы не перепробуете вы должны попробовать понять эти отношения эти отношения такой формат такой формат такой характер такие опыты и на основании опыта где вы потрогаете попробуете у вас где-то к двадцати пяти двадцати восьми тридцати годам выстроится некий некий опыт понимания того что такое это и это и это и это и вы вот только тогда начнете понимать к чему у вас есть склонности какой формат вам нужен не требуйте от себя 18 в 20 лет я должен знать я должен понять что же моё что же моё да ты блять не поймешь никогда этого пока ты не попробуешь поэтому когда вам скажут а чуть это ты очень легкомысленный пробуй пробуй и это же плохо ты же какая-то ветреная да что это такой этот пипец хотите перечислили профессии если вам про меня интересно от моим зрителям да я уже просто перечислю профессии у меня опять образовав 5 учебных заведений после школы и мне все говорили что лишь что-то ты как-то это прыгаешь из вуза в вуз у меня каждые два года менялся вуз там да и какие-то наслаивались это колледж парикмахерского искусства это академия международного сотрудничества институт экономики управления права это институт физической культуры спорта и туризма это московский сух психоанализа это потом повышение квалификации в разных ассоциациях и так далее профессии парикмахер модель танцор помощник официанта официант менеджер ресторана управляющий ресторана администратор фитнес-клуба тренер по фитнесу фитнес-клубе управляющий фитнес-клуба этот самый как его управляющий салона для собак директор по мер по маркетингу в зообизнесе психотерапевт 13 примерно профессии которые я пробовал и я только где-то к 28 годам методом вот этого перебора понял что все-таки у меня моя склонность заниматься тем чем я занимаюсь сегодня поэтому вы все видите эти блять как вы себя сука нашли да я просто пробовал а вы боитесь потому что не непонятно потому что неопределенно потому что страшно потому что что подумают родственники если я буду менять это пробовать это вот если вы будете так думать вы никогда успеха не добьетесь потому что вы никогда на ощупь не нащупаете то что вашего никогда на ощупь не нащупаете ваши отношения вашего мужчину вашу женщину вашу профессию вы никогда не поймете это то же самое что вам скажут какое какое блюдо тебе больше нравится ты скажешь блять они пробовал нихера как я могу сказать какой мне больше нравится как вы можете сказать так а профессии черт побери как можно сказать о мужчинах а женщина когда вы нихрена не пробовали конечно это вопрос дискуссионные начнется тема морали как можно перебирать людей блять можно можно если вы хотите построить нормальные отношения Если вы хотите понять, в чем у вас способности и таланты, вы должны пробовать, а не просто вестись на миф о том, что вы должны сидеть дома на вот этом, сука, диване, понять, кто вы. Я надеюсь, вы меня услышали. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поставьте звоночек, чтобы получать оповещение, и предложите тему в комментариях, я обязательно ее сниму, и отлично ваши вопросы. Ваш Алексей Красиков, канал Невроза Мегаполиса. Увидимся, пока.